Спортсмены из микросхем и пластика. В Приморском крае состязались роботы-сумоисты, кто конструировал и управлял умными машинами. И как проходила механическая сумма, знают мои коллеги. Это сейчас детали лежат в коробках и не представляют особого интереса для взгляда. Но в мгновение класс заполняется будущими конструкторами и инженерами. Устройство собирают в специальном кружке одной из городских школ. Шесть команд, по два оператора в каждой. Перед тем, как начнется восстание машин, у команд есть ровно 60 минут. За это время они должны собрать и осуществить отладку робота. Я считаю, что сложнее, наверное, построить, потому что одна и та же программа может подойти сразу для нескольких роботов. Но нужно построить именно так, чтобы он не только для программы подходил, но и сам по себе был прочный и подходящий для самих соревнований. Измерением почти готового к бою робота и анализом необходимых для битвы показателей занимаются строгие судьи, принимавшие участие в соревнованиях более высокого уровня. И вот дан старт. Первые две команды начали схватку. Этот тип боев робототехники называется сумо. Правила такие же, как в настоящем спорте. Тот, кого вытеснили за черную линию на поле, проигравший. И это лишь одно из правил. Бой длится примерно минуту, то есть ровно минуту. И если в течение минуты они остались в круге, а судья останавливает время и при помощи линейки замеряет до центра, какой робот ближе. Который робот ближе к центру, тот и выиграл. Победители первого этапа ждали символические награды. Впереди еще два состязания, но более высокотехничного класса. Ближайшее пройдет уже в январе.